МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Новый отсчет. Прошла первая сессия госсовета Чувашии шестого созыва. Год в сапогах. Начинается осенняя призывная кампания. Летит как пух от уст иола. Танцовщик Айдар Хисамудинов приглашает зрителей на творческий вечер. Депутаты государственного совета Чувашии шестого созыва сегодня собрались на первую сессию. Парламент республики избирался по смешанной системе. Из 44 депутатов 22 одержали победы в одномандатных округах. 22 прошли по партийным спискам. Сегодня парламентарии выбирали руководящие органы. Спикеры, заместители, председатели комитетов. Имена и цифры нового парламента Чувашии в репортаже. Татьяна Молоковой. Первая сессия парламента обычно установочная. Здесь избранные депутаты впервые встречаются после долгой для кого-то изнурительной борьбы. Сегодня стало понятно, что победа одержана и можно немножко расслабиться. Но во вступительном слове глава Чувашии напомнил депутатам, что все-таки предстоит большая работа. Уважаемые депутаты Государственного Совета и коллеги! Защищать интересы избирателей в непростой период, сложное для нашего государства время. Миссия непростая и в то же время почетная. И мы обязаны с ней справиться, быть достойными этой чести. У нас с вами общая цель – развивать социально-экономический потенциал родного края, повышать качество жизни в регионе, обеспечить достойное будущее нашим детям. Для ее эффективного решения необходимо консолидировать наши усилия, невзирая на партийную принадлежность и личные симпатии или антипатии. По закону первую сессию должен вести старейший депутат. Так уж получилось, что эта честь выпала сегодня Елене Бадаевой. С комсомольским задором Елена Игнатьевна взялась за дело. После процедурных вопросов сложения полномочий депутатов Юрия Исаева и Олега Николаева депутаты приступили к выборам председателя Государственного Совета. Фракция «Единая Россия» предложила на этот пост парламентария с опытом Валерия Филимонова. Правда, Игорь Маляков предложил на этот пост спикера парламента 5-го созыва Юрия Попова. Спасибо, Игорь Юрьевич. Предложение было, но я тогда же отказывался, поэтому я беру самоотвод. Спасибо. Принимается. Большинством голосов председателем Государственного Совета избрали Валерия Филимонова. Валерий Николаевич – депутат четырех созывов. В своей приветственной речи новый спикер напомнил, что на выборах убедительную победу одержала «Единая Россия», но подчеркнул, что работать надо совместно. Только согласованное действие между всеми политическими партиями, которые существуют, работают, действуют на территории Чувашской Республики, и в том числе, конечно, основные политические силы, которые представлены в Государственном Совете, можно работать и во благо достигать успехов. И поэтому, конечно, мы должны, несмотря на то, что, конечно, большинство, даже конституционное, мы сегодня представляем партии «Единая Россия», мы должны друг друга слышать и слышать. Также на первой сессии формируют депутатские объединения, комитеты госсовета и выбирают составы комитетов. Из 44 депутатов 8 представляют КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию». Они совместно с «Единой Россией» составили 4 фракции в Государственном Совете Чувашии. Также 4 в парламенте будет и комитета. Названия и направления их работы остались традиционными. По госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, по бюджету, финансам и налогам, по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, и по социальной политике и национальным вопросам. На обсуждение кандидатур председателей депутатам пришлось собираться отдельно. Видимо, общий положительный настрой сессии повлиял и на собрание комитетов. Практически безальтернативно были избраны и председатели комитетов. Их возглавили Николай Малов, Альбина Егорова, Сергей Павлов и Вячеслав Рафинов. Заместителями спикера парламента также единогласно были выбраны Николай Малов и Альбина Егорова. И еще немного цифров. В Государственном Совете Чувашии с 6-го созыва избрались 5 женщин. Среди депутатов 4 врача, 1 учитель, 1 ректор университета, 3 чиновника, 6 профессиональных парламентария, 1 сенатор, 1 повар, 1 юрист и 26 директоров. В 6-м созыве из 44 депутатов 22 избраны в первый раз. Самому молодому депутату недавно исполнилось 27 лет. Появление женщин – это, конечно, знак избирателя о том, что женщина, возможно, может более чувствительно ощущать проблему внутренней политики и влиять на предложения, которые могли бы менять ситуацию и в образовании, и связанную с поддержкой зрелого возраста. И мне кажется, что это очень важно – продвигать вопросы, связанные с тем, какой бюджет может быть в подвержку сегодня и учителей, и воспитателей. Мне новому человеку интересно. И, конечно, идеи есть. Они появились, когда мы встречались с избирателями. Было очень много вопросов, которые в течение ближайших 5 лет мы должны решить совместно с районами администрации. Депутаты Государственного Совета 6-го созыва настроены на работу. И первое, что необходимо сделать – утвердить бюджет 2017 года. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Андрей Шоклев, Республика. Запись ребенка в детский сад, получение земли под строительство, сдача экзаменов в ВУЗ и капитальный ремонт дома – эти и многие другие действия невозможны без участия должностных лиц. Задача властей и правоохранительных органов – не допустить использования чиновниками своих полномочий в целях личной выгоды. Противодействию коррупции было посвящено сегодняшнее заседание в Доме правительства. В своей божественной комедии Данте помещал взяточников и коррупционеров в восьмой круг ада. В наши дни проблема взяточничества стоит не менее, а то и более остро. Например, довольно часто приходится слышать об аресте тех или иных преподавателей университетов, помогающих деньги за отметки. И студентам, предлагающим взятки, проблем не избежать. В лучшем случае их исключат из учебного заведения. В Чувашском госуниверситете принята целевая программа «Профилактика коррупционных проявлений» будет на 2012-2016 годы. Она действует, но уже учебный совет в сентябре осмотрел вопрос о принятии подобной целевой программы до 2020 года. Организована линия доверия и телефонная доверия. Создана комиссия в 2015 году по профилактике правонарушений и коррупционных проявлений с участием преподавателей студенческих молодежных организаций. Бороться с коррупцией в системе образования можно только при участии общественности. Поддержал глава Чувашия Михаил Игнатьев. Четкая система должна быть выстроена. Если на самом деле где-то какие-то сигналы есть, надо реагировать. Пожалуйста, публичное обсуждение. Есть родительские комитеты, попечительские советы. Когда публично все это обсуждается, это легче, чем мы испишем очень много бумаг, а результаты не одобряемся. Власти республики заняли достаточно жесткую позицию по отношению к коррупции и другим проявлениям чиновничьего произвола. И не намерены ее менять. Отметил глава республики Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин. Республика. Чебоксарские школы рассматривают возможность перехода на пятидневный режим обучения. Отменить занятия в субботу для учеников первых-восьмых классов предложила федеральный министр образования. Инициативу Ольги Васильевой обсудили в городской администрации. Накануне там прошли публичное слушание. Мнение за и против выслушали мои коллеги. По данным проведенных опросов, перейти на пятидневную форму обучения готовы большинство учеников и их родителей. Причем 10 чебоксарских школ уже не первый год работают в таком режиме. Их директоры отмечают, перестроиться было несложно. В 45-й школе столицы при переходе на пятидневку решили убрать из учебной программы только один час физкультуры. Потери на урок дети компенсируют в секциях. Если при шестидневной рабочей неделе у нас, скажем, в пятых классах 6 дней было по 5 уроков, то сейчас у нас стало 4 дня 5 уроков и 1 день, скажем, 6 уроков. Сколько положено уроков в математике, столько мы и ведем, согласно стандартов. Сколько положено русского, столько же мы ведем предметов часов русского языка. Переход на пятидневку поддерживают и психологи. У ребят появится больше времени на отдых, что не может не сказаться на успеваемости. Большинство родителей тоже согласны. Дополнительный выходной детям необходим. Мне так удобнее ребенка. Удобнее в плане? Удобнее в плане, что суббота, воскресенье, выходные, вместе со мной ребенок отдыхает. Это гораздо легче, потому что суббота это как-никак. То есть обидно, что у родителей это выходной, а мы должны учиться. Если ты будешь отдыхать 2 дня, ты будешь полностью чувствовать отдых и понимать, что ты отдохнул. Есть специалисты, передовые, пусть они решают. Против пятидневки выступают школы с двухсменным режимом работы. Уроки у ребят будут заканчиваться слишком поздно, а проводить факультативы при таком графике станет невозможно. У нас в этом году увеличилось количество детей. Если в прошлом году у нас было 1200, то в этом году 1250. На следующий год мы опять ждем наплыв первоклассников. Две смены у нас, скорее всего, не ликвидируются. Так и будет оставаться вторая смена. И не надо забывать о том, что детей надо еще занимать кружковой работой. Учителя опасаются, что после перехода на пятидневную учебную неделю будут сокращены выплаты заведения факультативов. В Управлении образования Чебоксар предлагают проводить секции и кружки не в будни, а в субботу. При переходе данного процесса просьба подойти внимательно к расписанию для составления именно этого пятидневного режима. У нас здесь возражений никаких нет. И субъести, конечно, недельную нагрузку. Так что у нас максимальная нагрузка приходилась на вторник или среду. Переходить на пятидневную форму или нет, в конечном итоге решат родители. Руководство школ обязано обсудить этот вопрос на собраниях. Если инициативу федерального министра поддержит большинство, то учиться по пять дней в неделю школьники начнут в следующем году. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика. Год в сапогах. Традиционно 1 октября по всей стране стартует осенний призыв. В Чувашии долг родине должны отдать более полутора тысяч молодых людей. Об особенностях этой призывной кампании в нашем следующем сюжете. Сухопутные, десантные, ракетные войска. Чувашские ребята представят все виды вооруженных сил. Восточный военный округ – основное место службы. На втором месте – западный. В учебной части планируют направить около 500 человек – будущих сержантов и командиров. Для нас показатель того, что наши призывники пользуются авторитетом, пользуются спросом. Почему? Потому что они подготовлены, они более терпеливые, более выносливые. Потому что сержантские школы, так называемые, мы называем сержантские учебные части, подразумевают повышенную нагрузку. Службу по контракту выбирают все больше человек. Между тем, в этом году повестки не смогли вручить почти двум тысячам человек. Причем полторы тысячи прописаны в Щебоксарах. Таким у колонистов под достижение 27 лет выдают не военный билет, а справку. Им запрещено работать в государственных и муниципальных органах, а также в силовых структурах. Тех, кто получил повестку, но не дошел до военкомата, наказывают по всей строгости закона. Плоть до тюремного заключения. В целом, за прошлый год у нас было 56 человек, таких уклонистов, которые были оповещены и не прибыли. То есть они нарушили закон. Весной и летом 13 человек было, сейчас не знаем, сколько будет осенью. Но судя уже по то, что 13, конечно, значительно меньше. Условия службы год от года улучшаются. Современные бонусы для солдат – персональные, электронные и зарплатные карты, сим-карты для звонков без роуминга. Кстати, с 1 января 2017 года студентам среднеспециальных учебных заведений предоставляется отсрочка на весь период обучения. Реорганизации ждет и система военкоматов республики. Их станет 12. С 1 декабря ликвидируется отдел военного комиссариата Чувашской республики по Урмарскому и Козловскому районам. И эти два района – Урмарский и Козловский – присоединяются к Цивильскому и Красноармейскому. С центром в Цивильске. Накануне старта осеннего призыва проходят инструкторско-методические сборы с участием председателей призывных комиссий и силовых структур, военных комиссаров, медицинских работников. По итогам собрания обозначат пути решения существующих проблем и наметят курс дальнейшей работы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Сезон тихой охоты в самом разгаре. Сотни грибников прочесывают леса в поисках опят, подосененовиков, рыжиков. Казалось бы, такое увлечение не таит в себе никакой опасности и угрозы. Но это далеко не так. С середины августа в Чувашских лесах заблудились около 30 человек. Убедительная просьба про ненастную погоду, когда нет солнца в лес, но нежелательно. Потому что, когда солнце, ориентироваться легче. Но, тем не менее, если уж решили выбраться в лес по грибы, надо обязательно в порядке сообщить своим родственникам, куда, в какой лес, в каком направлении идёт. Если уже, не дай бог, потерялись, тогда уже в обязательном порядке в лесу есть квартальные столбы. Их предостаточно найти, подойти, определиться, номерации, сообщить. 01-112 или своим родственникам, если есть возможность, где, в каком месте вы находитесь, разжечь костёр и не бродить, не паниковать. Потому что, если информацию получили, наши спасатели найдут в обязательном порядке. Сегодня Всемирный день сердца. Впервые этот день отмечали в 1999 году. Акцию поддержали Всемирные организации здравоохранения, ЮНЕСКО и другие значимые организации. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Среди факторов риска – повышение кровяного давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, а также повышенный вес, ожирение и физическая нырдность. Нездоровый образ жизни чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому медики рекомендуют профилактику начинать с самого детства. В современном обществе необходимо развивать и культуру здоровья. Она подразумевает регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний, навыки борьбы со стрессом и приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружающей среды и ухудшения экологической ситуации. Всемирная федерация сердца констатирует, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. При этом необходимо контролировать употребление табака и питания. Надо также помнить и о занятиях физкультурой. Даже регулярных пеших прогулок достаточно для того, чтобы держать сердце в тонусе. 6 октября в Чувашском театре оперы и балета состоится заключительный творческий вечер Айдара Хисамудинова, посвященный 15-летию его пребывания на сцене. Сам артист и более 70 его коллег из балетной и оперной труппы в этот день будут ходить по острым иглам яркого огня. Именно так называется представление. Считанные дни остались до концерта. На заключительных репетициях артисты оттачивают свое мастерство. Несмотря на отсутствие декораций, света, сценических костюмов, уже можно увидеть главное – искренность в глазах. Творческий вечер Айдара Хисамудинова – это диалог с каждым зрителем. Попытка подвести своеобразный итог творческой и реальной жизни, ответить на самые важные вопросы, которые задает себе человек. Стереть грани между публикой, артистом и музыкой, объединить все в один большой спектакль – главная задача, которую ставит перед собой Айдар. Зритель увидит на сцене исключительно современную хореографию. Автор выбрал лучшие моменты из балетов и пять своих работ. Одна из них премьерная и посвящена матери. Ну, задействованы все, на самом деле. Все ведущие артисты работают в этом концерте. Очень много кардебалета. То есть, это полномасштабное представление, в котором увидеть многое можно и современных номеров, и фрагментов из других спектаклей. Все это, конечно, срежиссировано. Все это представляет собой некое одно большое действие, одну большую историю, которая рассказывает о судьбе актера. Дирижер Леонид Привалов объединил разноплановый музыкальный материал и адаптировал его для исполнения в симфоническом оркестре. На одной из произведений Жака Бреля «Не покидай меня» Айдар Хисамудинов поставил балетный номер. Какие грани таланта раскроет балетмейстер на своем творческом вечере, зрители узнают уже совсем скоро. Кроме того, что он изумительный артист балета, незаменимый артист балета, он активно себя пробует как хореограф-постановщик. Кроме всего прочего, Айдар является прекрасным исполнителем фортепиано и даже немного поет. И поэтому разные грани своего таланта он и представит на предстоящем творческом вечере. Зритель увидит внутреннюю борьбу главного героя, борьбу между добром и злом. Все происходящее на сцене – лишь иллюзия в сознании актера. А маленький бесполый образ рядом – это сущность, которую человек прячет и показывает лишь тогда, когда ему это нужно. По словам Айдара, его творческий вечер – это откровение. Всегда приходит момент, когда нужно сказать «до свидания». В данном случае приходит момент в моей жизни, когда, как бы тяжело ни было, ты понимаешь, что болит искусство молодых. Сказать хочется много, но все нужно делать вовремя. Дальнейшие планы Айдара неразрывно связаны с театром оперы и балета. Только теперь он видит себя в другой роли – режиссера и постановщика. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. В России стартовало голосование за талисман чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. Напомним, матчи запланированы в 11 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и других. Кроме того, FIFA утвердила 60 тренировочных баз чемпионата мира 2018. Две из них готовятся в столицу Чувашии. За право стать талисманом чемпионата борются три персонажа – кот, волк и тигр. Всероссийское народное голосование за кандидатов в официальные символы проводится как на сайте, так и в социальных сетях. Результаты голосования будут оглашены 21 октября на Первом канале. А вот имя у талисмана появится позже. Такое возможно увидеть только раз в год. В Москве завершился грандиозный фестиваль «Круг света». Его участниками стали лучшие виджей мира. За необыкновенными световыми инсталляциями наблюдали и журналисты из разных регионов страны. В пресс-туре правительство Москвы принял участие мой коллега Дмитрий Ковалев. В назначенный час ночное небо Москвы озаряют световые установки и залпы салюта. Вот так тысячи люминов и прожекторов способны спроецировать на фасадах зданий шедевры искусства – полотна известных на весь мир художников. С помощью света на фасаде МГУ оживает история главного вуза страны. В инсталляции о прошлом и настоящем университета применили множество 3D-эффектов. Кажется, что до картинки можно запросто дотронуться рукой. Это мультимедийное шоу претендует на мировой рекорд. Такого и действительно не делал никто. Здание МГУ, словно огромный экран, впервые в рамках фестиваля «Круг света» презентовали и анимационную картину о хранителях природы. Над ее созданием трудилась целая армия света дизайнеров. Фестиваль «Круг света» в этом году побил все рекорды. Грандиозные представления проходили на шести разных площадках. За пять дней их посетили более 7 миллионов человек. И это только предварительные подсчеты. Все уникальные технологии сегодня в Москве. Уникальные технологии. И очень приятно, что не только мировые, но мы способствовали, проницировали создание целой отрасли. У нас в России появляются сегодня интереснейшие лаборатории, продуктивы. Уже в этой отрасли работают десятки тысяч людей. Организаторы фестиваля ожидают, что в следующем году география участников расширится. Проявить себя приглашают и света дизайнеров из Чувашия. Митрик Ковалев, Республика, из Москвы. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова